Спасибо большое за приглашение. Я с некоторым волнением приступаю к этому докладу, потому что рассказывать про храмонии и про все последних людям, которые занимались этим текстом больше 10 лет, мне немного боязно. Больше 10 лет назад. Я постараюсь, я думала долго, на самом деле, как этот текст построить, потому что Анна Венична, когда меня просила подготовить доклад, она попросила рассказать о башне, но я поняла, что рассказывать о башне просто это немножко не совсем то, потому что мы на поверхности очень оказываемся. Потому что, да, башня похожа на храм. Да, тут не нужно быть специалистом, чтобы это увидеть, просто сравнить трактат Медот, например, и рассказ о башне Асенеф. Мы сделаем это в конце потом, но я хочу подойти к этому. Я решила идти все-таки от истории и поговорить сначала вообще о храмеонии, безотносительно даже текста, опуская вопрос о том, происходит ли Иосиф Асенеф из леонтокольского контекста или нет. То есть просто обратиться к такому удивительному явлению, как храм, который был построен в Египте. И потом потихонечку подойти к тексту и посмотреть, какое это отношение имеет к тексту. И начну я, наверное, все-таки с небольшого исторического обзора, потому что я уверена, что все маковейских книг сюжет очень хорошо помнят. Но, мне кажется, важно для разговора о том, почему храм в Леонтополисе вообще появился, с чего, важно на несколько ключевых моментов внимание обратить, и чтобы понимать не просто с чего, но какая идея была в этом храме, больше, наверное, об этом. И если мы говорим о хронологии, то мы оказываемся с вами где-то между 200 и 143 годами до нашей эры. Это тот период, который называется селевкицким в науке. И этот период распадается на три очень важных этапа. Первое – это начало, то есть это правление Антиоха III и Селевка IV, когда Иерусалимский храм воспринимается как один из храмов завоеванных народов. И не сказать, чтобы была какая-то конфликтная ситуация, то есть к нему относятся достаточно спокойно, пока храм платит налоги, пока иудеи платят налоги, пока иудеи не встают. В общем, каких-то претензий к нему не предъявляется. Следующий этап – это правление Антиоха IV, 175 и до 164 года, когда начинается эллинизация культа и борьба между священниками. Не совсем правильно сказать «начинается», потому что начинается все гораздо раньше и гораздо сложнее протекает. Мы к этому перейдем сейчас. Но если упрощать, то Антиох IV считается таким пиком этого процесса. И потом ранее хосмонейский период, когда храм становится иудейским, политическим и националистическим центром. Очень часто, когда об этом периоде идет речь, выпускается внимание, что эллинизация в этот период была процессом не просто внешним, но процессом внутренним. Вот это очень важно, то, о чем я сегодня хочу отчасти говорить. И с одной стороны мы видим, что очень важный маркер этого времени – это история семьи Тавиадов и борьба за власть, и борьба за влияние среди священников. Это такой процесс политический, но процесс, который обречен в эллинистическую оболочку. И да, действительно, Антиох IV инициировал храмовый кризис, но по сути вот этот храмовый кризис, он был внутренний. И он был связан с тем, что селевкидские правители хотели решать свои финансовые проблемы, а не осквернять храм. Это вот то, что Антиох IV делал. Обычно его обвиняют, да, он осквернил храм. Но его главная задача была изначально решить финансовые проблемы. И когда он попытался их решить, то это привело к осквернению храма. А священники, да, они боролись за власть и обещали ему деньги. Да, и вот это вот как бы качели, на которых оказался Иерусалимский храм, да, они определяли ситуацию. Я бы выделила три фактора, которые, как мне кажется, были очень важны. Во-первых, это политическая ориентация элиты иудейской, проптолемеевская против проселевкидской. Да, потому что период называется селевкидский, но проптолемейская группа тоже была достаточно сильной. И аристократия и храмовая, и не храмовая, да, она разделялась на вот эти вот две группы. И вот это можно было бы использовать как инструмент, который компрометирует оппонента в глазах властей, да. То есть, скажем, Оню III можно было легко обвинить перед селевкидскими властями в том, что он проегипетски настроенный, что, видимо, в какой-то момент и произошло, да. То есть, когда появляется некто Шимон и Симон из колена Вениамина, вроде как, а может быть, из рода Бинги, да, если мы смотрим разные рукописи, то, может быть, оттуда, может быть, оттуда. Возможно, да, как раз он ему говорил, там хранятся деньги Геркана, поэтому это проегипетские деньги, а вот он тоже проегипетский, поэтому давайте мы его свернем, а как-нибудь иначе все это сделаем. А я буду, например, священником. То есть, первое, это как раз политическая ориентация элиты, это первый фактор, определяющий происходившие процессы. Второе, это финансы. Личная корысть, с одной стороны, с другой стороны, возможность посулить что-то властям, да, то есть люди, которые были у власти, они хотели нажиться чем-то сами, с другой стороны, можно было что-то обещать и через это получить доступ к власти. И мы видим, действительно, что Ясон или Юшуа, брат Уни Третьего, это используют. И мы видим первый прецедент, когда новый первосвященник при жизни прежнего у нас появляется. То есть, первосвященник не умирает, он устраняется. И меняется механизм назначения священников, не наследование, а покупка поста. И у священников появляется возможность стать политическими фигурами эллинистического толка, потому что они платят эллинистическим властям, им нужно вести себя так, чтобы с ними можно было разговаривать. То есть, такая фигура политическая, религиозно-политическая, эллинистическая. И для того, чтобы на равных говорить с другими правителями, нужна эллинистическая реформа, которую Ясон и его сторонники как раз начинают интенсивно проводить. И, как следствие, третий фактор, который определяет ситуацию в этот период, это эллинизация. Эллинизация изнутри, то, что проводят священники, то, что проводят аристократии, эллинизация снаружи, то, что проводят греческие власти. То, что происходит при Ясоне, что так красноречиво описано в 2 Маковейской книге, нужно понимать, что это только начало эллинизации. То есть, иногда, опять же, воспринимается реформа Антиоха IV как пик. Нет, пик был потом при Ироде. А это именно начало эллинизации. И вишенка вот этого всего процесса на торте, это назначение Миннелайперу, священником, который был не из профсвященческого рода. Тоже, видимо, был либо из колена Вениамина, соответственно, либо из рода Бильги священнический. Я думаю, все-таки, совершенно непрофессионально, думаю, но мне кажется, что насчет Вениамина это поклеп. Да, 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 мне кажется, тоже. Вы хотели сказать, что просто он вообще здесь не стоял. Я думаю, что если бы он реально был с коленом Вениамина, вы его убили бы раньше, чем он переступил по роду Раду. Это просто немыслимая вещь. И к тому же мы знаем, что была очень сильная конфронтация с родом Бильги, и даже сломалось кольцо жертвенное потом от этого рода. То есть это примерно как конфликт между Иудой и Вениамином когда-то, точно так же между Аниядами и Бильгой, например. И гибель Они в конечном итоге, который, видимо, пытался как-то вернуть вот эту ситуацию обратно. И что в результате этого всего видим, взаимодействие вот этих вот трех факторов. Мы видим, что чем больше первосвященники втянуты в международные вот эти вот интриги, тем больше они забывают роль духовного руководства Израиля. И, сближаясь с селевкидами, они сильнее удаляются от других иудеев. И происходит очень сильная поляризация в результате в обществе иринисты против хасидеев. И возникает совершенно небывалая ситуация раньше, когда священник из коренного населения, который, по идее, должен быть символом нации, который обладает огромной политической властью, не получает поддержки местного населения. Вот такой складывается парадокс, потому что храм на тот момент символ нации, и давно уже на священника смотрели, как на символ нации, но вот в этот момент эта система ломается. И, видимо, в этот период как раз возникает идея о том, что Бог оставляет храм, на что неоднократно потом повторяется. Сейчас я немножечко покажу текстов. На известное очень место из Второй Маковейской превознесся Антиох в своих мыслях уже про Антиоха IV, не разумея, что Господь на краткое время прогневался за грехи обитающих в городе, почему осталось без презрения это место. Мы видим, что Бог перестал смотреть на храм. В итоге те события, которые происходят при Антиохе IV, они вполне логичны и закономерны. Он понимает, что разделение внутри евреев – это причина беспорядка в стране, и он приравнивает религию к еврейскому политическому национализму, и как следствие для него храм в Иерусалиме, который, с одной стороны, равен храму во всех других городах, в Тире, в Руке, в Вавилонии, оказывается просто храмом, который вызывает серьезную политическую нестабильность. И чтобы этот конфликт снять, он начинает усиленную эллинизацию, он просто в ту сторону, которая ему нужнее и ближе, он шатает маятник, и как следствие происходит маковейское восстание. И вот здесь следующий парадокс этого периода, потому что кажется, что ситуация разрешается через маковейское восстание. Благочестивые иудеи очищают храм, восстанавливают религию отцов против эллинизма, против колонизаторов, то есть все, что мы так нежно любим, но конфликт сохраняется, при этом он не разрешается, потому что Алким, эллинизированный первосвященник, против хасмонеев, тот же самый конфликт, то есть эллинизация против эллинизации, плюс политические устремления самих хасмонеев. Мы видим это в том, что для части иудеев после очищения храма война должна была бы закончиться, но Иудеи и его людям была нужна не только религиозная, но и политическая автономия. То есть очень показательным в этом плане тот момент, что после смерти Алкима, когда можно было бы назначить первосвященником либо хасмонеев, как потом произошло, либо кого-то еще, либо законного первосвященника, либо он ее вернуть. Но как-то можно было решать эту ситуацию. Пост остается вакантом на протяжении 7 лет, 159 года. Место первосвященника не занято. Почему? Потому что есть некоторый баланс сил между эллинистами и националистами, которые очень легко пошатнуть. И вот это не нужно, потому что нужно решать более серьезные политические задачи. И как следствие в определенных кругах сохраняется идея о нечестии храма. То есть вот эта важная мысль, которая возникает сильно раньше с момента эллинизации. Мы видим, что хасмонейское восстание и хасмонейское государство не решает проблему чистоты храма. Ну и как следствие сохраняется недовольство ситуации, сохраняется раскол внутри народа. Есть три реакции на эту ситуацию. Первая – это участие в конфликте, это те, кто в него вовлечены, кто участвует в войне. Вторая – это спокойно сидеть и ждать, чем все это закончится, как-то просто соблюдать какие-то обряды, ходить в храм, но активно в это не вмешиваться. И третья – это уйти из ситуации, устраниться. И мы видим, что есть два решения, два ухода. Первый – это уход помранитов, например, то есть либо уход есейский в целом. Я оставляю сейчас вопросы. Я сегодня много буду вопросов оставлять в стороне на самом деле, потому что мне важнее линию показать. Вот то, что я себе нарисовала, и которое хочу с вами поделиться. И второе – это Египет, это уния. И вот мне кажется, что очень важно вот эти процессы рассматривать параллельно, есейский раскол и египетская схизма. Это очень важный момент, потому что храм… Мы видим, что считая храм оскверненным и понимая, что политическую ситуацию переломить они не могут, люди уходят и создают альтернативы. И не одну. То есть мы видим разные вот эти альтернативы. И мы не знаем точно, когда бежит они. Это вопрос обсуждаемый. И внутри вот этой вилки есть разные даты. Для нас сейчас это не так важно на самом деле, потому что мы знаем, что его отец гибнет в 175 году на нашу эру. Антиох IV восходит на трон в 175 году. И вот точно после этого, точно не раньше. И где-то к 164 году он уже там. Но вот эти вот 10 лет, когда именно это происходит, не очень понятно. Точно до 145 года, когда Птельмей VI умирает. То есть вот у нас такая вилка получается в 30 где-то лет. Опять же, да, это не так важно, потому что общих обстоятельств это не меняет, о которых мы с вами говорим сегодня. У они IV могли быть, вот кроме идей о том, что храм Осквернену нужно уйти, конечно, мог быть такой политический снобизм. То есть он хотел власть. Но опять же, в тех обстоятельствах никто, ни Селевкиды, ни Хасмоне, ему бы эту власть не дали. Он очень сильно нарушил бы вот тот самый баланс. Ни Эллинисты, ни Хасидея, никто. Им было проще вакантным это место оставить, как я говорила, и поэтому либо убить вообще у него Четверства, если бы какие-то были серьезные притязания, чтобы не усугублять ситуацию. И что бы ни происходило, как следствие, да, он был уверен, что храм продолжает оставаться оскверненным. Вот в силу тех обстоятельств, о которых, опять же, я сказала выше. И потому что он, как человек, который был законным священником, любой другой священник, с его точки зрения, был нелегитимен, потому что он не первосвященник. Вот, и поэтому вот эта вот идея, почему для Аонии храма Русалимский был невозможен, она обретает ясность. Почему Египет? Да, тоже более-менее. Потому что его там не было, прежде всего. В этом случае Дегуэль, он 12 лет, он не был президентом. Сначала он был, сначала он был вождем, потом он был президентом, потом 12 лет его не переизбирали, потом он вернулся. Это время он называет «там-то мол-ав-сан». Вот в истории Франции время его отсутствия. И вот это мы с этой точки зрения как раз очень можем увидеть Аонию четвертого. Совершенно не важно, кто. Важно, что не я. Единственный, кто это может быть, это я. Остальные узурпаторы. Остальные узурпаторы определения. Да, и что бы там ни происходило, нет, храм нечист. Потому что по логике священник, который незаконен, он не может делать законный обряд. Почему Египет? Опять же, более-менее очевидно. Во-первых, потому что Птолемеи это давние союзники, а не ядов. Во-вторых, потому что диаспора сильная, образованная, финансово крепкая. Это не последнее место в данной ситуации. И плюс фактор, опять же, который, мне кажется, немножко недооценивается. Это давняя традиция альтернативного храма. Это храм в Алифантине, который существовал. Смотрите, храм существовал до 1411 года. И я думаю, что помнили, потому что общались Элифантина с Иерусалимом, они делали туда запросы. И вот здесь, кстати, интересно, что элифантинцы, видимо, не видели неправильности в этой ситуации, потому что когда у них случился в храме разруха и разорение, они в Иерусалимский храм просили денег, чтобы дали на ремонт. Ответы они не получили, но я думаю, что в Иерусалимском храме были в курсе о том, что вот элифантинский храм как-то существует. Но во всяком случае вот такой вот прецедент был. Я думаю, они иерусалимцы не правят. Ну, иерусалимцы, конечно, да, но в Египте внутри. И здесь вопрос как бы о памяти, то есть это вот ответ на вопрос, помнили ли ли. Мне кажется, что вполне есть вероятность, что они это помнили. Но здесь даже, знаете, дело в другом, да, в том, что во времена первого храма существовала традиция множественности жертвенников. Мы видим часто, что существует Иерусалимский храм, при этом они ходят, приносят жертву в Гело, например, да, то есть Соломон, строя Иерусалимский храм, идет в Шело, совершая жертвоприношение, в Гелгал, там, да, куда-то. И вот здесь, опять же, природа этого явления, это не конкуренция. Вот эти места разные, Иерусалимский храм, эти другие места, это не была конкуренция, это как бы просто разного порядка вещи. И поэтому, когда возникает, например, храм в Олефантине, может быть, где-то еще о том, что мы не знаем, это не возникает как конкуренция, скорее, ну, вот как какое-то разрешение проблемы, да. Вот, и там, скажем, Иудеи, Диаспоры и Кумран, например, да, они решают эту проблему через молитву, через трапезы, да, то есть они создают как бы такой духовный храм, если можно так сказать. Вот, но Они, опять же, здесь принципиально от них от всех отличаются, потому что он единственный из этих людей, он был насильственным священством, он был первосвященником, и он мог бы законно служить. И, опять же, я не думаю, ну, сложно понять, что у него было в голове, да, чем он... двигался, да, на что он опирался, когда этот храм создавал, вот, но во всяком случае, возможно, вот это вот обращение к модели, которая существовала во времена первого храма, оно имело какое-то место, да, что, ну, не то, что мы хотим там низвергнуть Иерусалим, а мы хотим решить ситуацию вот здесь и сейчас, да, когда будет возможность, мы вернемся, но пока что вот у нас так. Ну, и плюс, конечно, это пророчество Исаии, очень известное, да, это была цитата еще из Тарзакония, которую я не стала читать, четвертая глава, про то, что должен быть только в Иерусалиме жертвенник, ну, вот давайте посмотрим девятнадцатую главу Исаии, в тот день пять городов в земле египетской будут говорить языком хананейским и, клянусь господом Саваофом, один назовется городом Солнца. Да, и мы видим здесь городом разрушения, опять же, я сейчас это оставляю в стороне, потому что есть много исследований на тему, как город разрушения превратился в город Солнца, почему произошла замена буквы хэт на хэй, и мне нравится теория, ну, вот идея, да, переназывания, когда есть языческое название города и меняется одна буква для того, чтобы было название не очень приятным, да, то есть Гелиополь, там, город Солнца, например, да, переименовать в город разрушения. И, но есть рукописи, которые дают, и кумранские в том числе, да, где есть хэт, прям город Солнца, и в тот день жертвенник Господу будет посреди земли египетской памятник Господу пределав ее, и будет он знаменем и свидетельством о Господе Саваофе в земле египетской, потому что они вызовут Господу по причине притеснителей. И он пошлет им спасителей заступника и избавит их. Да, здесь можно остановиться, в принципе. Важно было, да, то есть, возможно, что он не видел себя вот как человеком, который реализует это, и вот Египет входит выполняет пророчество данное когда-то Исаии. Вот, ну и плюс, да, еще важное очень обстоятельство со стороны Птолемеев, об этом пишет и Бохак, и Пеоторковский, да, на которого я ссылки давала, что у Птолемеев были основания его принять и дать ему эту область, потому что храм замышляется как крепость. С одной стороны крепость от Селивкина, с другой стороны от местного египетского населения, которое время от времени выступает против греков, точно так же, как и иудеи выступают против греков. И они видят храм, еврейский храм-крепость как фактор стабилизации в этом регионе. И община, да, она, иудейская община, она видится как гарнизон, так когда-то гарнизон в Олефантине. Я помнила, как один из Птолемеев переселял в Египет якобы сотни тысяч для охраны, так сказать, своей границы от селивкидов. И они были вот такими казаками на границе. Да. Вот, и мы видим, что действительно это работает, потому что в «Дейских древностей» в «Десятой книге» уже когда следующее поколение, когда Хилки и Анания, сыновья Унии, возглавляют эту общину, мы видим, что они активно участие принимают в политических событиях. Что Оня строит? Иосиф, Иосиф Флавий говорит, что он строит храм на руинах прежнего святилища. Это в иудейских древностях. «Восстановить царь Ктолемей, царица Клеопатра посылает Хоний привет свой. Мы прочли твою просьбу о разрешении представить тебе право восстановить запущенный храм, находившийся в гелиополитанском номе близ Леонтополя и приписываемой полевой бубастисе. Однако мы очень удивляемся и сомневаемся, будет ли угодно предвечному святилищу, воздвигаемое в столь дурном месте, да еще и кишащим священными животными. Но как ты уверяешь, что пророк Исайя предсказал об этом давно, то мы представляем тебе это право, поскольку оно не противоречит вашему закону и при том с оговоркой, чтобы нас не считали ответственными за какое бы то ни было предрешение относительно Всевышнего». Очень еврейское послание они ему пишут. Полностью подиспетировано. Но на самом деле вот эта вот идея, мне кажется, показательна, потому что с точки зрения религиозной традиции то, что он делает восстанавливать запущенный храм бубастис, это очень плохо. И это проклятое, скверное, место. С точки зрения истории, с точки зрения культурной памяти это очень правильный ход, потому что наследуется святость. И мы это видим, что когда кто-то приходит куда-то и хочет там утвердить свою религию, нельзя это просто сказать, что здесь ничего не было, потому что все знают, что было. А если он начинает это восстанавливать и просто меняет знак и говорит, вот у вас было это, ну вы немножко заблуждались, да, вот это же место священное, и вот оно священное, потому что. И это вбирает в себя, как бы. И признается тогда это место не только пришельцами, но и местными. То есть это усиливает легитимацию этого места. Вот. Поэтому это как раз понятно, да, почему он это место выбирает. Он находит какое-то священное некогда место, которое подутратило свою святость. Он не в очевидно египетском храме строит, который действует, и говорит, подарите нам вот этот храм. Да, он выбирает заброшенный храм. То есть здесь все очень мудро и правильно сделано. И он строит подобие Иерусалимского, да, хотя и поменьше, и победнее. И здесь есть некоторая проблема, потому что в одном случае Иосиф говорит, что он строит подобие, а в другом случае он говорит, что строит непохожее. Да, мы об этом чуть похоже поговорим. Вот. А важно, что сейчас пока что, да, что он строит. Во-первых, Леонтополис. Львиный город. Да. Лев. Это символ Иуды. И вот здесь я хочу показать несколько мест. Да, это, например, Исайя 9.1. Горе Ариилу, Ариилу городу, в котором жил Давид. Приложите год к году, пусть заколают жертвы. Ариил – это название Иерусалима, одно из. Город льва. Лев Господень – это название Иерусалима. Более того, это языки Иль 43.15.16. В синодальном теряется это, но в ивритском тексте это есть. Самый жертвенник, да. У нас, видите, Гар-Эль. Можно прочесть, как Гар-Эль, да, гора Господа, с одной стороны, разложить. Но мы видим, версии есть, как Ариэль, да, то же самое. То есть Ариэль, как жертвенник, лев. И Масахет Медот, это трактат Мишны, который рассказывает нам о храме, он говорит одну удивительную совершенно вещь. Это Медот 4.7. Улам превосходит его на 15 локтей севера и на 15 локтей с тюгона, описывает, да, как устроено внутри святилище. Это пространство называется ножохранилищем, ибо там хранили ножи. Гейхаль был узок сзади и широк спереди, был подобен льву. Как сказано, горе Ариэлу Ариэлу, городу, в котором жил Давид. То есть, как лев, да, храм, как лев, он узок сзади, широк спереди, лапами лежит, да, и вот отсюда вот возникает вот этот образ храма льва. Вот, и поэтому, да, Ариэль и поэтому лев. То есть, если... Видимо, что это взгляд как бы чрезвычайно сверху. Да. Только стоя на луне, можно увидеть его как его. Внутри ты этого не заметишь. Я думаю, что иногда у них было очень хорошее мышление модельное. Да, вот эти люди, человек, который писал трактат Медот, он писал сильно после того, как все было. У него храм был в голове. И он, как мы сейчас, трехмерные модели можем видеть в компьютере, он это видел в голове, он настолько просто, чтобы воссоздать трактат Медот по... Ну, хорошо, по каким-то записям, да, но чтобы вот эту целостную картинку сделать, надо это иметь в голове. И поэтому он мог так сказать. Вот. Но мне кажется, что... Вот для чего я все это говорю, что создание Леонтополиса, это, опять же, это перенос Иерусалима. Это один из первых, я бы сказала, что первый, потому что раньше я не знаю примеров городов-реплик. Мы потом видим вот этот Новый Иерусалим и очень много где, включая Истру. Но вот это первый раз, когда мы видим перенос. Все точно знают, что это не то самое место. Все точно знают, что по святости, по напряженности это место другое. Но при этом эта реплика, которая отсылает к этому, и она связана с прообразом. И, опять же, если мы смотрим на то, как эти реплики создаются, то мы понимаем, что механизмы переноса они таковы. Либо реликвию какую-то, камень оттуда привезти и вокруг него сделать. Либо подобие. Отец наш Фрезер наш этому научил. Два вида магии. И вот здесь, видимо, работает подобие. Поэтому, когда Иосиф говорит подобие Иерусалима, он имеет в виду вот это. Он строит нечто похожее, потому что ему нужно воссоздать. И плюс он строит город в городе. Как мы видим во второй Маковейской книге, в какой-то момент священники соорудили антиохию в Иерусалиме, то есть город в городе. Ну, не буквально антиохию они построили, но вот есть некоторый образ вот этого нечестия внутри благочестивого города. И тут же, как зеркало этого, это Леонтополис Гелиополь. То есть есть языческий вот этот вот ном, Гелиопольский, в котором внутри возникает центр священный, Иерусалим-Антиохий, то есть обратно он создает. И опять же, есть довольно много археологических исследований. Я не буду уйти в это подробно, немножечко, просто пару слов скажу. Есть место, которое называется Тель-Иль-Иуде. В тех книжках, на которые ссылалось, тоже это написано. Много всего написано. Это можно было делать отдельное занятие по археологии. Ее идентифицируют как область Онии. Есть эпиграфика, есть еврейские захоронения. И вот здесь очень важно, что это не исключительно еврейские захоронения. Это смешные захоронения. Есть еврейские, есть нееврейские захоронения. Имена есть еврейские, есть нееврейские имена. Есть эпитафии, есть папирусы. и одна из эпитафий принадлежит мне к Арсену, и там упоминается прямо земля омни на греческом языке. Нет, там г. А есть хора? Хора есть, да, тоже. И то, и то есть. Храм не нашли. Петри пытался доказать, что он нашел, но не нашел, и тогда не приняли, и сейчас никто не принимает, что то, что он нашел и сказал, что вот это мог быть храм, нет. У нас есть описание, поэтому для того, чтобы понять, как храм выглядел, у нас есть описание Иосифа. Это, опять же, в Иудейской войне, которую я начала читать уже. Нет, которую хотела прочесть, я прочитала в древности. Самое подробное – это вот в Иудейской войне. Хониус орудил там храм, не похожий на Иерусалимский. Похожий, не похожий. Поговорим об этом. Но подобно башне из огромных камней, возвышающейся на 60 локтей. Жертвеннику, однако, он придал форму Иерусалимского и украсил дарами похожим образом, за исключением формы светильника. Он не стал делать его большим, но изготовил из золота испускавшую сияние лампаду и повесил на золотую цепь. Все освещенное место он окружил стеной из обожженного кирпича и в ней соорудил каменные ворота. Царь также даровал храму большой участок земли. Вот оно для получения денежного дохода, прошу заметить, чтобы священники жили безбедно и чтобы не нуждались ни в чем, отправляли богослужения. Дальше он пишет ремарку, не имеющую отношения к архитектуре, но интересную с точки зрения мотивировки. Хоню сделал все это не из добрых намерений. В нем жил дух соперничества по отношению к урсалимским евреям, пишет Осиф Ларий, который тоже происходил из священнического рода, пусть бокового, но ревность у него, видимо, да, ревность у него, видимо, была. И вот чтобы понять, что Оня мог построить. На самом деле мы вступаем сейчас на очень зыбкую почву, потому что нет археологии Иерусалимского храма и нет археологии Гелиопольского храма. Вот, поэтому то, что я вам сейчас буду показывать, это реконструкции, реконструкции, которые основываются на текстах, которые основываются на чуть-чуть археологии, археологии стены, платформы. Немножечко я про это тоже покажу. Значит, когда мы говорим о втором храме, опять же, обычно у нас автоматом в голове возникает храм Ирода. Это было сильно после. Это вот то, то, что воспроизвести пытался, если он пытался воспроизвести Иерусалимский храм Мония, он не воспроизводил храм Ирода. Это было невозможно. Ирод строил храм практически, не Ирод, Иерусалимский, Иродианский храм строился практически на протяжении семидесяти лет при мощнейших государственных вливаниях, при напряжении всей страны. Это был такой очень серьезный государственный проект. Это было невозможно построить что-то такое где-то. И было не нужно на самом деле. И образа такого даже еще не было. И на самом деле, вот это ответ на вопрос о том, почему Иосиф говорит, что храм был не похож. Он был не похож на храм Ирода, который видел Иосиф, который видел как раз Иродианский храм. И вот храм Они с Иродианским храмом ничего общего не имеет. И в этом плане они не похожи. Но теперь, да, давайте посмотрим на историю, вот как реконструируется храм. То есть вот чтобы говорить об этом, да, немножечко я сделала такую презентацию. Смотрите, вот это то, что когда-то было городом Давида, где начинался Иерусалим. Вот это то, что когда-то было Офель. И вот это храм. Вы видите, что даже здесь храм большой по сравнению с городом. И, конечно, храм очень сильно перестраивался. Вот это модели, да, это планы, как храм мог расширяться. Посмотрите, мы везде будем видеть вот это основание, 50 локтей на 50 локтей. Первый храм стоял на платформе. Мы не видим этого в Атанахе, мы видим это у Иосифа Флавии, мы видим это в трактате Медот, опять же, да. Все помнили о том, что храм стоял на платформе 50, о, прошу прощения, 500 на 500 локтей. И когда пленники вернулись, они эту платформу, скорее всего, и увидели, потому что я не могу это показать в компьютере, но я могу показать это тем, кто сидит здесь, и могу в камеру это показать. Это очень классная штука. Это прорисовка стен. Стены, платформы так внимательно изучали, что каждый камень прорисован. Масса человек потратили на это уйму времени. Зарисован тщательно каждый камень, четко сделан план, все понимают, где что, когда было. И единственное, что осталось от первого храма, это восточная стена. Я сейчас буду показывать, вы поймете, почему. У нас нет других следов, но у нас есть восточная стена. И вот на этой можно вас попросить подержать? Да, потому что есть еще вторая часть. В общем, вот это вот вся восточная стена сейчас платформы. Это не храмовая стена, это стена платформы. И вот то, что вы видите красненькое, видите красненькое? Это первый храм. Это вот эта маленькая часть платформы, которая была, на которой стоял первый храм, и на которой пришельцы из плена, возвращенцы из плена пытаются восстановить, видно, там, ну, можно... Чуть-чуть. Да, вот эта часть, да, то есть вот так. Вот, можно охватить рукой из всего этого. Вот такой вот размах. Вот желтая, да, это вот эта платформа 500 на 500 локтей, на которой у нас все происходит. Вот эта реконструкция, как примерно мог выглядеть храм на этой платформе. Да, вы видите, что храм, ну, маленький по сравнению с этой платформой. И он на самом деле был небольшой. То есть если платформа 500 на 500, да, то храм мы видим из книги Ездры 6.3. Первый год царя Кира. Царь Кир дал повеление о доме Божьем в Иерусалиме. Пусть строится дом на том месте, где приносят жертвы, пусть будет положено прочное основание для него. Вышина его 60 локтей и ширина его в 60 локтей. То есть мы видим размер, да, ширина и высота. Длину мы не видим. Интересно, почему. И почему я это читаю? Потому что Иосиф Лавик говорит о том же размере храма Ионии. 60 локтей. И отсюда и берется, что он был похож. Иония, видимо, как раз он намеренно это делает. Он знал размеры храма. Это вот к вопросу о том, что он строит. Да, он строит вот такое вот небольшое на самом деле сооружение. И это идет еще из третьей книги царств Соломонов храм. Да, то есть мы видим там описание. Вот. Дальше давайте чуть-чуть еще полистаем эту картинку. Да, вот это сам храм. Очень простой еще. У него большой портик. У него высокий портик. Да, у него улам. Да, и у него святилище, в котором, заметьте, ничего не стоит. Святое святых было пустым во втором храме. Почему? Потому что ковчег завета вынесли и потеряли. И не вынесли обратно. Да, поэтому во втором храме в святом святых крапили не на ковчег, а крапили на камень. И тогда возникает идея святости именно места. Да, и мы видим это в Талмуде и в Тасефте, что сначала ковчег освещает землю, на которой стоит это в Талмуде, а в Тасефте земля свята, поэтому там стоит ковчег. Происходит инверсия где-то за... Не очень точно мы знаем, потому что датировать сложно, но где-то вот, скажем, в пределах 100 лет, я думаю, что это могло произойти. Дальше, да, посмотрите, это следующий этап. Это селивкиды, когда туда приходят, они пристраивают акру. Рядышком вот этот синий квадратик, это крепость, которую построили селивкиды, для того, чтобы смотреть в храм, что там происходит. Они войти не могут, но поконтролировать им надо. Поэтому они строят башню выше, чем забор, да, и они через него могут смотреть. Вот, потом приходят хосмонеи, и они строят расширение еще, да, потому что людей установится много, храм растет, и они строят, во-первых, вот этот вот мостик для того, чтобы хосмонейским священникам было удобно ходить на работу, потому что они вот здесь вот строят, застраивают западный холм, элитный квартал там строят, и там они живут. А опять же нужно понимать топографию Иерусалима, чтобы попасть с западного холма на храм, это нужно спуститься и подняться. Это не очень удобно, то есть лучше построить мост и по нему ходить, чтобы не спускаться и не подниматься. И они пристраивают вот здесь вот такую вот галерею, вернее, даже не галерею, они расширяют просто платформу. И вот так вот выглядит храм. Это Лин Ритмейра, археолога-архитектора храма Лагары, он рисует все эти планы, да, это его планы. И вот это уже иродианская платформа как раз. Мы видим, насколько сильно Ирод потом расширяет храм, расширяет платформу, перестраивает это место. И вот к вопросу о том, почему я вам показывала только восточную стену, потому что вы видите, что все остальное менялось. А восточная стена не менялась. Почему она не менялась? Потому что, опять же, топография, там терпион. Туда невозможно расширять храмовую гору. Ее расширяли во всех остальных, во все остальные стороны, кроме восточной. Вот, ну и опять же, вот чтобы вы понимали, это иродианский храм, как он соотносится с городом. Вы видите вот этот вот красивый квартал, да, это квартал, где был дворец Ирода, где был дворец Хосмоне, где жила элита. Обратите внимание, здесь построен театр, да, и храм большой над этим городом. Ну и такая дежурная картинка, без него никуда нельзя, да, чтобы все поняли, почему храм Онни не был похож на тот храм, который видел Осиф Флавий. Вот, ну и опять же, нам эта штучка нужна для того, чтобы вы видели, что храм – это большое пространство. Мы сейчас об этом будем говорить, да, то есть, ну, если мы будем рисовать человечка, вот видите, он будет примерно как стрелочка вот здесь, которая перед воротами. Вот такая будет фигурка человека. Вот, а вот это, это очень интересная вещь, это стена, вот эта самая восточная стена, и это стыки, по которым археологи видят, да, то есть вот этот стык между Хосмонейской, Хосмонейская часть справа, слева и Родианская, отличается по кирпичам. Видите, кирпичи с таким вот бортиком, с окантовкой, да, это маркер государственного строительства. То есть, когда стройка велась за государственный счет, и когда это был государственный проект типа высотки, да, то строилось из такого кирпича, и посмотрите, Хосмонейские кирпичи, они меньше, ну, не кирпичи, камни, они меньше, и у них выше вот этот вот выступ. Ну, в общем, они отличаются сильно, это легко заметить, Хосмонейскую и Родианскую вкладки. Родианская такая, эллинистическая влагина. Да, она была же, у нее ниже выступ, вот, а вот это стык, как раз тот, который показывает нам первый храм еще, и вот здесь вот прорисовка, да, и вот как это выглядит, да, прям такой вот сильный выступ, здесь вот только есть вот этот вот ряд, остальное там уходит еще под землю, сверху это исламская уже вкладка, но это видно, да, и поэтому на самом деле, когда археологи стали пытаться локализовать вот эту первую 500 на 500 локтей, да, платформу, они просто пришли, они отсчитали 500 локтей от этого выступа, и они нашли вот этот стык, да, второй, и показали, вау, вот оно. Я хочу вам показать, ну, как бы такую небольшую экскурсию по храму, мы не будем смотреть все, потому что, опять же, можно сидеть два часа, смотреть эти картинки, чтобы туда погрузиться, но мне важно несколько картинок вам показать, это картинки, которые сделал институт храма, раньше их можно было увидеть просто у них на сайте, но сейчас почему-то они решили это оптимизировать, как и все вокруг, и все это теперь там нет, они убрали, чуть-чуть только они оставили, но я это сохранила когда-то давно, и очень счастлива, и вот сейчас я с вами этим поделюсь. Значит, смотрите, в храме было очень много народу, то есть он был центром большой жизни, вот, значит, это перед храмом еще, да, вы видите, какое-то большое пространство, это как раз платформа перед храмом, то есть уже на территорию храма, на аэродианскую платформу люди вошли, но в сам храм туда еще пока что нет. Вот, вот эта картинка, например, она нам показывает, сколько людей могло быть в храме на празднике. Давайте я немножечко здесь полистаю просто внутри, да, потому что здесь хорошо показаны дворы. Иосиф называет какие-то невероятные, но тем не менее правдивые, чтобы вы поняли, что это много, что это большой и целый мир, да, опять же, то есть мне сейчас важно восприятие некоторое. Вот, посмотрите, это устройство, да, здесь. я сравнительно недавно, ну, то есть совсем недавно была на раскопках Ир Давид, и археолог, который нам это показывал, сказал, что чем больше мы раскапываем, тем больше я вижу, что Иосиф был прав. И когда он говорил 600 тысяч, это и было 600 тысяч. Да, целый большой мир. И этот мир, он, как бы, он не то, что пришли, ушли, он жил. Вот это очень важно понимать, да, то есть это целый именно мир полной жизни. Смотрите, вот здесь священники, да, это комната Назареев. Кто-то пришел туда для того, чтобы разрешить от обеда. Да, вот эта палата для прокаженных здесь происходит действие очищения. Да, опять же, нужно понимать, что проказы это не всегда проказы, это просто какие-то кожные заболевания. Мне студенты всегда говорят, как же они от проказа лечились, как они не боялись. Я говорю, что это в широком смысле проказа. Палата, где хранится масло, палата, где хранятся дрова, где собирается синодрион комната. Сейчас покажу вам еще. Вот это, например, двор внутри, где стоят священники и поют перед алтарем уже, а при этом вот вокруг стоят здесь люди, и они приносят жертву. И вот это, кстати, интересно. Я впервые задумалась, когда эти картинки об этом, о чем я сейчас скажу, когда эти картинки увидела, вообще священники вот эти стоят и поют там, где двор Израиля, и где по идее должен стоять Израиль, и никуда больше оттуда не ходить, а дальше должны ходить священники. Но на этих картинках мы видим, что люди, которые приходят и приносят жертвы, они стоят рядом со своими жертвами, потому что они должны видеть жертвоприношение, они как бы, они с ним связаны. Поэтому, видимо, на практике люди ходили дальше гораздо, вот на двор священников заходили еще. Вот, например, такая почти стерильная картинка. Вот, и давайте еще какой-нибудь там, где люди приносят жертвы, посмотрим. Это люди идут через боковые ворота, то есть в храме с разных сторон на территорию храма можно было войти туда, во двор, в то, что называется Азара. Вот, и мы видим, что вот боковые ворота, да, тоже через них люди входили, как раз они попадали вот на эту вот территорию, где совершали жертвоприношение. То есть, когда мы говорим об Иерусалимском храме иродианских времен, но даже и до иродианских, мы должны понимать, что это большой целый мир. И поэтому, вот, мне кажется, что один из образов, который повлиял на образ башни Асенеев, это, ну, таки, да, реально храм. Они там живут, они там ходят, да, то есть не только вот эта комната, где Асенеев живет со своими девушками в башне, но и даже вот этот мир вокруг, это не обязательно такой большой-большой мир, это не обязательно земля Израиля вся, да, то есть это может быть прямо, вот вся область, она видится как как замкнутое пространство. Да, 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 именно, да, то есть это вот внутри вот этого вот большой, как вот эта платформа, на которой масса людей, да, вот это и есть вот этот вот мир Земли Они, да, то есть он воссоздает, первая моя идея сегодняшняя, к которой мы так долго шли, да, что он воссоздает храмовый, большой храмовый мир. Вторая идея, да, это то, что это храм Изекиля. И для этого продолжение картинок. Храм Изекиля сильно отличается, но не радикально от, ой, назад, того, что мы только что видели. Значит, во-первых, он квадратный, да, и, опять же, я не буду сейчас читать тексты, их легко найти, все, они все, у всех есть. Вот, поэтому просто я такую дам некоторую характеристику храма Изекиля. Это из Женевской Библии план, значит, здесь все хорошо, кроме вот этой вот розы ветров, потому что, во-первых, здесь два юга, вот, так не бывает, вот, во-вторых, неправильно нарисовано, то есть ориентация храма восток-запад, а не север-юг, вход на востоке. Ну, вот, в общем, как-то так, не знаю, как так получилось, но вот. Значит, мы видим, что принципиально, да, что храм Изекиля, он ориентирован на храм Соломона на последних этапах его существования, принципы построения те же, но есть некоторые существенные отличия. Во-первых, очень подробно описаны дворы, да, мы видим здесь, вот они написали, да, комнаты, 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 дворы священников, вот, и это, в общем, отражает второй храм очень хорошо, потому что как раз вот это вот пространство, оно было, там священники жили, ночевали, то есть нужно понимать, они не ходили туда, как на работу каждый день, череда приходит туда на работу, и она там живет, они там спят, они там едят, да, у них там миквы, у них там, они там переодеваются, кстати, у них там раздевалка, то есть вот прямо это такое вот место жизни священников, вот, и вот в храме Езекииля это есть как раз, да, что там есть комната, где живут священники. Любопытно, кстати, да, что текст, с одной стороны, описание храма Езекииля, оно совершенно забудробильное, там есть масса непонятного каких-то терминов, да, там человек ходит и меряет палкой, кстати, есть гениальное прозрение Леони Дрейра, который сказал, что нет у нас высот измерений, просто потому, что палки не хватает, они мерят длину и ширину, а вверх не дают, потому что палку туда, вот он ходит и показывает, как измерить, да, а вверх они не могут, потому что он высокий, и это надо туда лететь, например, да, ну как-то это, вот, но при этом, вот за счет вот этой зубодробильности, подробности и точности измерений, как они там дают, достигается реализм, будет так, он будет точно такой, вот я вам все даю, просто придите и постройте, как когда-то Бог сказал Моисею, ты построишь так и так и так, да, и дает ему равнить схему, вот точно так же, вот этот храм, когда-то он будет построен, и он идеальный, подчеркивается симметричность, да, вот на этой схеме, это как раз очень хорошо видно, то есть если мы посмотрим на ворота, мы не знаем про ворота храма первого, второго, то есть вот когда переселенцы приходят, да, как они там все точно устраивают, про Родианский храм мы знаем, но опять же, вероятно, они в какой-то степени воспроизводили, то есть входить в храм можно было с трех сторон, с востока, с запада и с юга, прошу прощения, с севера, юга и с востока, западная стена была глухая, потому что там был святой святых, мы видим здесь, да, что вот эти ворота, они симметричны, в Родианском храме симметрии не было, в храме до Родианском, мы не знаем, была или не была, не знаю, мы видим, что деление сакрального, тоже есть несколько уровней, иерархия священного, все очень упорядочено, все очень строго, мы видим, что очень большое внимание уделяется тому, что лицом на восток, то есть вход с востока, и вообще все самое важное происходит в этом храме с востока, и река течет с востока, и князь приходит с востока, и еще, что важно, это вот, эта модель, одна из храма Езекииля, здесь как раз очень хорошо видно, насколько он симметричен, и напоминает такой, но он с одной стороны как бы храм Соломона, с другой стороны он стан, потому что вы видите, что священники по кругу, как станом вокруг него, но опять же не с западной стороны, где святой святых, вот, а вот это, прошу прощения, плохо видно там, да, это я рукой рисовала, наверное, есть более совершенные схемы, это то, как описана земля у Езекиила, и как написан, как описан священный надел, да, то есть мы видим, что тогда Езекиил описывает распределение земли между коленами, это не имеет никакого отношения к тому, как земля распределяется между коленами в книге Иисуса Новина, да, и в книге Судей, это все буквально по линейке расчерчено, и, да, мы видим, что Иуда и Вениамин, например, которые были соседями в традиционном смысле этого слова, что они переменены местами, Вениамин идет на юг, а Иуда идет на север, опять же, это, я думаю, что это сохраняется, потому что, то есть, по идее, можно было бы в любое место их поселить, это не важно, потому что у каждого одинаковый надел, но почему Иуда и Вениамин здесь сохраняется, мне кажется, потому что храм второй, мы про это точно знаем, он стоял на границе Иуда и Вениамина, и граница проходила по жертвеннику во дворе, между коленами Иуда и Вениамина, она происходила, проходила наискосок, и храм сам со святом святых, он стоял на колене Вениамина территории, он уходил туда, это потрясающе совершенно, я когда это поняла, потому что это продолжение вот той же самой конфронтации между коленом Иуда и коленом Вениамина. Сколько времени это прошло? Вот, потому что, видимо, они так это не разрешили, и когда они строили храм, в общем, вот так вот договорились, это талмудические описания, опять же, то есть мы не знаем, как они думали там на самом деле, но в талмудические времена они, видимо, нашли вот такое вот примирение колена Иуда и колена Вениамина. И вот здесь, обратите внимание, что Иуда сверху, а Вениамин снизу. Но это не так важно, потому что храм Иезекииля ориентирован на запад, он ориентирован на Средиземное море. И вот здесь отдельно вынесен, то есть земля разделена ровно, есть в середине священная часть, на которой живут священники, мы видим, вот как она устроена, то есть это город, Господь там, Адонай-Шама, буквально называется, никак он не Иерусалим, он никакой не Ариэль, ничего, он Господь там. И мы видим, что здесь есть место, где живут священники, коины, и мы видим место, где живут левиты. И мы видим, что справа и слева это территория князя. Образ будущего устройства Израиля, это как бы из головы автора этой части, вот, и там во главе Израиля стоит некий князь Наси, вот, ну, очевидно, впоследствии Зарубавель мыслил себя этим Наси и, видимо, из-за этого погиб. Мы ничего не знаем, опять же, про Зарубавель, он исчезает просто. да. Вот. А как вам кажется, раз уж что-то возникло, в какой мере сознательно Иеродианский храм ориентирован на описание? Видите, текст из Икиилии очень хорошо был известен. Я думаю, что ориентирован. Я думаю, что вот этот вот образ храма, как сада, рая, будущего, жизни, да, что он у них оставался где-то в голове, что у них, ну, как бы, у них стояла очень сложная задача. То есть, с одной стороны, они должны были воспроизвести тот храм, который был, потому что тогда бы священники не разрешили Иеродиану перестраивать храм. Он должен был в точности воспроизводить не храм Иезекииля, а тот храм, который построили пришельцы, переселенцы, да, который воспроизводил храм Иездры, который воспроизводил, как им казалось, храм Соломонов. Вот, но я думаю, что символически, вот, то, что та мифология, которая вокруг храма связывается, она была под влиянием Иезекииля. вот, то есть, скорее, вот так это соотносилось. Иония тоже учитывает. а вот теперь, сейчас мы к этому придем, погодите, впереди телеги, не бегите. Я на несколько еще важных хочу моментов обратить внимание здесь, да, что Иезекииля говорит, что, во-первых, чужие не могут входить в храм, очень строго расписано в том, где служат, конечно же, но при этом очень важный новый момент для этой территории, да, это 47-я глава Иезекииля. 47-22-23. И разделите ее по жребию и наследие себе и иноземцам, живущих у вас, которые родили у вас детей, и они среди сынов Израиля должны считаться наравне с природными жителями, и они с вами войдут в долю среди колен Израиля, в котором колене живет иноземец, то мы дайте ему наследие, говорит Господь. Да, то есть, мы видим, что даже в этом будущем храме там нет идеи, что там будут только евреи, что там кто-то, там будет вот эта реальность некоторая, разные народы живут вместе. И дальше в храм все-таки они входить не могут, очень четко расписано кто где служит, да, священники Сады Садока, обратите внимание, в 44-15 говорится, служат, потому что остальные осквернились, и это мотив как раз вот этот скверный священник, который не допускается до служения, очень важен, и для Онии он тоже очень важен. И вот мне кажется, что Ония, создавая свой храм, он реализует оба эти проекта. Он с одной стороны буквально старается воспроизвести тот храм, который он видел, который он оставил, но с другой стороны, вот эта земля, которую он создает, область Онии, да, где люди живут вместе, и местные, и евреи, но при этом есть храм, куда входят только священники, и он как цедокит, да, он там служит, то есть это в значительной степени воспроизводит вот этот образ тоже, то есть у него была такая идея. Сложно сказать, в какой мере, да, то есть была ли у него какая-то там мессианская идея или нет, я бы не взялась говорить, но может быть даже скорее нет. То есть он хотел, вероятно, именно вот создать некое святилище-реплику, замену, пока придет, да, потому что мессианские ожидания были достаточно сильные, но вот именно как мессия, который придет и разрешит ситуацию. Вот, и дальше, последнее, что я бы хотела сделать, я бы хотела прямо прочитать вторую главу из Иосифа Сеней в краткой версии, просто вот, ну, этого будет достаточно. Ну, потому что такую я нашла, и для наших целей достаточно, у Пентефрия была башня, стоявшая при доме его, весьма великая и высокая. Наверху же башни была горница, имевшая десять покоев. Был первый покой велик и благолепен, полову был выложен каменями-порфировыми, и стены его одеты были каменями пестроцветными и многоцветными, и была сень того покоя золотая, и внутри того покоя были кумиры богов египетских без числа, золотые и серебряные. И всех Ахасинаев почитала и боялась и совершала перед ними жертвы. Второй покой был хранилищем всего убранства Асенефи, всех лотцов ее, и было там много златой, серебра, иризла татканых, каменях многоцветных, заветных, полотна тонкого, отменного, и было все убранство девичества ее. Третий покой содержал все благоземные, и был сокровищницей Асенефи. Остальные семь покоев отдано были семи девам, по одному каждой деву служили Асенефи, были ее родственницы, и вы родились в одну ночь Асенефи, были они весьма красивы, как звезды небесные, и никогда муж не говорил с ними даже дитя мужского пола. Значит, похоже на башню, может быть, она длинная была, мы не знаем про длинную, но ширина и высота у нас известны. Дальше мы видим, что есть градация, то есть есть комната, где живет Асенефи, и, видимо, покой великий Асенефи, и первый покой великий, благолепен, это комната, где живет Асенефи, большая, и она золотая, и там кумиры, и это же есть градация в Русселимском храме, то есть вот это вот золотая, и святой святых, где хранится убранство и где хранятся блага земные сокровищницы, это храм, улам, и притвор храма, и первая часть храма, там хранилось богатство, там хранилось все, что нужно для жертвоприношения, там хранились ножи, там, видимо, вот рядом хранилось и облачение какое-то, то есть это дом бога и дом священников, и вот мы видим, воспроизводится это, семь покоев отданы девам, да, то есть это то, что вокруг, видимо. Дальше, было три окна в покое великому Синель, где встарнуло девичество ее, одно окно смотрело во двор, на восток, второе на север, третье на юг, глухая западная стена, да, и точно так же, как входы в храм мы видим с разных сторон, и стояло в том покое ложе золотой, обращенное на восток, и было оно послано порфиры золотопканные, изукрашенной екинфом и вессоном, покой обращен на восток, храм идеальный, храм Иезекииля, подчеркивается, обращен на восток, входы с востока, она входит туда с востока, и на ложе там покоилась одна сенеф, ни муж, ни жена никогда не садились на ложе, кроме одной сенеф, и шел вокруг того дома двор просторный, и окружала двор, тот стена весьма высокая, сложенная из камней великих, четвероугольных, и двор тот имел четверо врат железных, а вот во дворе четверо врат, с разных сторон можно входить, это так же, как Бородианский храм, и, видимо, да, вот в, то есть в саму Азару, в сам храм вход с трех сторон, а на территорию, на платформу, двор, вот этот большой, да, вход с четырех сторон, разными входами пользовались разные люди, мы знаем, что, например, с севера входили только священники, которые были осквернены чем-то, потому что там рядом был амик, поворот от Ади, так называемый, опять же, это проекция, я говорю о Бородианском храме, мы не знаем, но, возможно, он наследовал традицию, да, с запада входили священники, которые шли на работу, и второй вход, там был вход такой для знати, с южной стороны входили все простые смертные, восточный вход, вход с горы Алиф, это ритуальный вход, то есть туда выходили на Йон-Кипур, да, оттуда тоже можно было войти, но оттуда вход шел напрямую на территорию Азары уже, то есть близко, это был самый близкий вход к храму, четыре входа во двор, двор тут имел четверо врат железных и охраняло каждые врата по 17 сильных молодых воинов в полном вооружении, мы знаем, что ворота храма охранялись, то есть по стенам храма ходила левицкая стража, внутри же двора насажены были вдоль стены разнообразные деревья, красивые, плодоносные, каждый плоток был зрелым, ибо наступила пора урожая, вот этого мы не видим в Иерусалимском храме, описаний таких, то есть мы видим его каменным, мы видим, что в храм приносят много плодов, плоды там есть, деревья там есть, то, что приносят, то есть он наполняется, но там не растет, и возможно, как раз вы спрашивали, в какой мере храм был вот этим самым храмом Иезекииля, вот здесь это, видимо, идет отсюда, потому что там вода жизни, здесь мы видим, и был на правой стороне двора источник вод изобильный, книзу от источника был большой водоем, приемлющий водоисточник от того, от водоема исходил ручей, бегущий по двору, наполняющий все деревья двора того, то есть у нас есть источник, который поит вот эти деревья, и через это, возможно, передается вот эта вот райскость этого места. там сказано не просто сад, а сказано парадоисус теструфес в соответствии с переводом вот этого райрадости или как в септуагинте. Вот, еще один раз это выражение встречается в дафнисе и хлое. И последняя мысль моя это то, что вот эта комната, в которой осенефи, только она может садиться на ложе, это ковчег. Мне кажется, потому что образ, что мы знаем про ковчег? Мы знаем про ковчег, что над ним пребывает Господь. Господь пребывает как? Он не физически там сидит, там шахина. Мне кажется, я много раз здесь говорю кажется, вот так, что да, что ну сейчас я пока осенеф, как образ, но мне кажется, да, что в этот период как раз вот о котором мы говорим, когда создается осенеф, когда возможно создается Даниил чуть раньше, притча, может чуть раньше, но тоже где-то вот в этот период происходит связка Шхены и Премудрости. Да, конечно. Вот, и вот это она, ну как бы женский аспект Шхены, он проявляется очень сильно в этот период. Это большая, опять же, сложная тема, у меня есть девочка сейчас, которая взялась на эту тему писать работу, магистрантка, как меняется пол Премудрости, как он становится женщиной, почему потом в мистике хохма становится мужчиной, хохма мужской, а бина женская. И вот почему это происходит, но вот в этот период видимо Шхена и Премудрость это женская. И вот видимо, да, Шхена как Премудрость, которая пребывает над ковчегом, который устраивает себе дом, у которого есть опоры, да, вот это вот накладывается образ из притчи, накладывается сюда тоже. Такое у меня немножко смелое замечание. Вот. Ну и надо, наверное, сделать какой-то вывод. В общем, я его уже сделала, да, то есть, что они не просто так бежал в Египет, у него были для этого веские основания, он считал себя носителем единственным вот этой сакральной силы. Он ее реализовал там, потому что он считал, что это возможно, не потому, что он заменяет полностью Иерусалимский храм, а он делает временное святилище, это возможно, потому что прецеденты были в первом храме и потом. он строит храм как с одной стороны реплику, подобие, да, с другой стороны как прообраз вот этого будущего храма, не мессианский, я подчеркиваю, он не думал, что у него были мессианские претензии, чтобы прямо языки или храм он реализует, но вот что-то такое, то есть иной храм, некоторый идеальный мир, вот эта территория Онии, райская коммуна, да, если хотите, как Есейская община, как и Куврам в какой-то мере, также прочитывают его, да, что вот это вот идеальная община, и даже у них там тоже была башня, кстати, вот, которая, скорее всего, была складом, но у них другое, то есть они шли в сторону трапезы, вот это вот, опять же, интересная параллель, да, могла бы быть, и что в образе башни СНФ, да, мы можем видеть вот этот вот храм, потому что есть элементы, важные для храма, и физически похожие, то есть оно как-то так устроено, и вот эта метафора, то есть СНФ, как премудрость, как шхена, которая пребывает в храме, которая так трансформируется, вот это тоже, мне кажется, ну, можно, об этом можно говорить, вот, спасибо большое за внимание. Слушайте, вот получается, что построение того храма стало видеть, возможно, благодаря Полемеям, да, и как бы включалась в ряд, ну, то есть как бы представлялась для династии, для Полемея и династии, как, да, действия в ходе противоборства с антиоком, если мне не изменяет память, они как раз вот сражались за Иудею, вот, и в этом плане, как политический проект Полемея, он, получается, потерпел все-таки крах, как таковой. Почему? Ну, нет, я просто как бы, потому что, все-таки, нет, Полемей действительно остался, я хотел бы, по поводу этого у вас так вот, точить, как вы считаете, я, просто я считаю, что в целом-то, он потерпел скорее крах, и даже, ну, как бы, в этом плане, перенос храма, ну, как бы более, был, очевидно, невозможным. Вот, а с вашей точки зрения, как вот, относительно вот этого Полемейского проекта по части, этот храм успешен был, достигал своих целей? Если мы рассматриваем проект Полемея в борьбе за Иудею с селевкидами, то, да, они потерпели поражение, потому что селевкиды у них таки отбили Иудею, да, и храм, он, вот, храм Они, он как стоял на их территории, так он и остался, и Птолемеи, как были, так и остались, они никуда потом не делись, они все потерпели в крах, и Птолемеи, и селевкиды, когда пришли римляне, потому что, ну, как бы, да, тогда все и случилось, и храм Они потерпел крах, когда пришли римляне в конечном итоге, да, потому что в 74-м году его существование закончилось. вот, вот, и, ну, ну, а так, да, ну, они продолжили существовать, храм Птолемеев был удачным, потому что дальше, как я уже сказала, мы читаем, что когда туда приходил, туда приходили сирийские войска, когда туда приходили сирийские вместе с саудейскими войска, как-то так, да, то есть храм Они свою функцию выполнял, они всегда были лояльны, и они, кстати, были лояльны, Иосиф пишет нам об этом очень подробно, они были лояльны и Иерусалимскому священству тоже, да, они пришли, им сказали, что уже это было после Они, это уже было при его детях, то есть там уже не было такого диктата папы, который считал, что он один-единственный, то есть уже какие-то были связи, они пришли и сказали им, ребята, мы вот за них, вы с нами, и они сказали, да, мы с нами, они поддерживали. Как раз Клеопатру там, да, и в общем, нет, то есть он свою функцию вполне выполнил, и свое существование оправдал. Мне кажется, что не только иудеи земли Они поддерживали Клеопатру, но и тогда, когда войска Александра были в тяжелом положении, они как бы остановили наступление египетского войска на иудейское, то есть спасали, спасали, будучи генералами против другого государства, спасали, как бы по-нашему были предателями, спасали своих соплеменников и единоверцев. Поэтому это действительно сказать, что тут прямо где-то произошел крах, очень сложно. Дело в том, что эти очень близкие страны, и там постоянно происходило, поскольку и селевкиды, и лагиды были намного могущественнее, чем те, кто был в иудее, и количественно, ну и во всех смыслах войска, собственно говоря, непонятно, как маковеи победили, потому что у них войска не было до этого ополчения, то там постоянно кто-то в политической борьбе опирался либо на селевкидов, либо на лагидов, и кто-то перебегал либо туда, либо сюда, и была даже экстратериальная территория Табиадов, которые, находясь на территории селевкидов, были, так сказать, в подчинении и в Толемийские советники. Поэтому это довольно сложная и неоднозначная вещь. А просуществовал этот храм 235 лет, что не так мало. Мало какие культурные мероприятия продолжаются так долго, скажем так, выдерживают баланс этих сложных взаимоотношений. У меня был вопрос насчет Антиохии. Может быть, у меня уже что-то стерлось в голове, но мне казалось, что речь шла о том, что и весь Иерусалим Антиох собирался сделать Антиохии иерусалимской типа. Так же, как Александр везде разводил Александрии, Антиох хотел везде разводить Антиохии и предоставить всем насельникам Иерусалима антиохийское гражданство, если они одумаются и будут почитать на своем алтаре изображение его в виде Зевса. Но они не захотели, и поэтому можно сказать, что вся эта Антиохия свелась к акре, так сказать, к той большой, которую сейчас раскопали огромному помещению, многоэтажному, где содержался сирийский гарнизон и те, кто, так сказать, были перебежчиками туда. Да, но можно ли эту акру считать вот Антиохией внутри? Может быть, какие-то символические рассуждения на этот счет есть, но не очень это ясно. Ее всегда называют акрой. Да, да, да. Здесь скорее вот то, что я... Здесь надо текст. Вы помните место точно про это, на Второй Маковейской, где про Антиохию и Иерусалим? Не оценили перспективы гражданства. Ну и с римлянами тоже не оценили перспективы римского гражданства, да. Вот, я, простите, как бы хотел бы просто, так сказать, заметить, что вот у Патолемеев, мне кажется, что этот проект был в целом попытки их, ну, Патолемейской державы, будем говорить, из вот египетского этого, как бы, пространства, можно говорить, мононационального, да, прийти в империю. Все-таки, как бы, вот, стать многонациональным, многоидеологическим, да. Патолемеев действительно много в этом плане делали. Даже, скорее, знаете, не в плане завоеваний, а в плане интеллектуальном пытались понять иудеев, пытались как-то, да, воспроизвести к несчастью, ну, как бы, к несчастью. У них не получилось, будем говорить так. И я полагаю, что, ну, как вот мне показалось, это была один, одной, финальный, скорее, попыток, да, для Патолемеев, игры уже, ну, в империю. Вот. Как вы правильно заметили, пришли римляне, пришли римляне, и вот я хотел бы... Ну, не то, чтобы выиграли они, собственно, империю-то и строили, то самое, да, если будем говорить про это. Вот. Хотел бы, знаете, обратить такое внимание, у римлян он был такой обычный, ну, он входил в ритуалы войны в целом, он заключался, это назывался «Вакация», да, когда римляне путем определенного ритуала переманивали на свою сторону чужих богов. Вот. Да, мы говорим, на момент, на период завоевания Уди, это уже, ну, ритуал чисто был формальный, вот, к нему не так относились, да, как в древности, где необходимо было, и ритуал подразумевал, предоставить богам некоторые заверения и дары, подобающие им, да. Вот. Соответственно, место. Я вот, если вот так вот по вам мысли, да, возвращаясь к Фрейзеру, вот, возможно бы, ну, а эти ритуалы проводились, да, нам не осталось о них, да, как конкретно они в отношении бога в храме, который находился, были проведены римлянами, но вот в сам момент, наверное, возможно, стоило бы, собственно, первосвященника, да, и, как вы заметили, скинию предоставить богу, чтобы переманить его в Рим, вот, и там построить храм новый для него, как вы думаете? Римляне были достаточно снобистами для этого, им не нужно было, они считали, что римский бог гораздо круче всех богов мира, и поэтому они как раз ходили и говорили, давайте вы ставьте своих, наших. Да, 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 вы вот правильно обратили внимание, что к некоторым богам, особенно, будем говорить так, семитским, да, как к финикийским и пуническим богам, да, римляне немного относились к таким будем, этот, вот, но в отношении непосредственно бога ветхозаветного, как бы у нас никаких данных то и не сохранилось, вот, как бы, но в итоге римляне все-таки храм уничтожили, это да, но не по религиозным мотивам, да, не по религиозным мотивам, они грохнули этот храм не по религиозным мотивам, да, нет, несомненно, он был набит зелотами, да, да, нет, нет, он был набит зелотами, это несомненно один из таких этих, они, нет, религиозный мотив, ну, в плане, мне кажется, римского, он, возможно, да, как бы подразумевался как окончательное разрушение, да, будем так сказать, последнего вот оплота, и государственности, будем говорить так, отнятия. То есть это я говорю уже по последним времен императоров, когда последний храм, собственно, и был разрушен. Протест именно, да, то есть это символ сопротивления. Не государственность волновала, а протест. Они были повстанцами, они не хотели чужой власти, они считали, что эта власть там безбожная, но римляне спокойно мирились какими хотите религиями, им было до этого мало дела, принеси жертву императору и хватит. А если, а евреям было разрешено откупаться, они не должны были приносить даже жертву императору. Заплативайте, сетируй, гуляй. Поэтому это не религиозная, со стороны римлян, это не религиозная агрессия. Римляне были храмические ребята. Да, да, я согласен. И покой, потому что у них там была патрия сзади, и вот чтобы у них в брюхе ножей не торчало, они навели порядок в иудеи. Так как сочли мужик. Да, абсолютно верно, потому что идея оплатила. Ну, знаете, да, и такой момент хотелось бы просто обратить внимание, как раз-таки вот разрушение храма. Вы обратили внимание, что вот храм, он возвышается, он как бастион, как крепость, да. Можно сказать, что вот чисто даже, знаете, как тактически, да, в момент осады Иерусалима, да, храм по необходимости надо было брать как последний оплот обороняющихся. То есть, да, и в моменте, это есть описание, да, у Иосифа, по-моему, да, Флая, именно как непосредственно происходил штурм. Это было действительно огромное количество зелотов с огромным количеством проблем, потерь. Римляне взяли. Это был храм, это крепость. Ну, здесь правильно говорить, бастион все-таки. Не только, получается, духа, да, и оплота. Благодарю за очень интересный доклад. Вам спасибо за комментарий. Тоже спасибо. Обратил внимание на интересные аспекты вашей лекции, вашей презентации. На, в первую очередь, исторический, географический, археологический аспекты. Меня интересует, есть ли какой-то, собственно, религиоведческий интерес сейчас у нас, у современных людей, которые интересуются религиями сейчас, и религиями в современном смысле слова. Например, иудаизмом в духовном смысле или философском, где есть какие-то идеи, какая-то этика или какая-то философия, какое-то что-то духовное. Есть ли что-то вот в этих храмах различных, что могло бы представлять интерес, собственно, религиозный? Или это, как у меня, вот я не специалист. У меня наивно возникает впечатление, что, собственно, религиозного значения эти, в современном смысле, религиозного значения эти места, в общем-то, языческих каких-то, ну, древних действий бездумных, безидейных, безмыслительных каких-то, не имеют никакого значения к религии. Но на самом деле я понимаю, что это не так, потому что здесь собрались люди, которых интересует религия в современном смысле слова. И мне бы хотелось проследить вот эту связь, которая, возможно, у вас есть, возможно, еще у кого-то, между вот этими ужасами, на мой наивный взгляд, этими ужасами, которые там происходили, этим варварством бездумным совершенно, со всеми этими жертвами и со всем вот этим, и прекрасными идеями, которые возникли в различных религиях, в первую очередь в христианстве, но и в ведаизме. Спасибо. Спасибо. Ну, смотрите, вы говорите о двух вещах сразу. То есть вы сначала спросили о религиовическом аспекте, а потом о богословском. И ответа по этому будет два. Первый разных, да. С религиовической точки зрения этот опыт очень интересен тем, что, ну, во-первых, мы видим развитие религии внутри одной, что религия никогда не монолитна. И даже те религии, которые нам кажутся монолитными, они вообще ни разу не монолитны. Всегда есть много внутри одного. Во-вторых, мы видим практические вещи, вот то, что для меня интереснее всего, да, это вот этот вот перенос, то, с чем я сейчас работаю, это перенос сакральных вещей, да, то есть как организуется сакральное пространство, как оно функционирует, то есть вот как взять и сделать в египетской пустыне сакральное пространство. Вот мы видим пример, что можно и как. Много можно, да, потому что, в общем, эта вот история религии здесь очень хорошо в разных аспектах прослеживается. Что говорить о богословии, да, то тоже, конечно, можно. Я не богослов, здесь мне сложнее, здесь, наверное, она видит, что лучше ответит, чем я. Вот, но, безусловно, еврейская традиция храма не рефлексировала очень сильно, да, и потому что, ну, он для них был храмом, с одной стороны, раскольническим, да, но с другой стороны, например, у диаспоры с ним не было проблем. И он был частью их жизни, да, и, значит, они как-то его воспринимали. И они могли посылать дары в Барсалимский храм, а при этом иногда приезжать в храм Онии, например. Это реконструкция, мы не знаем точно, мы не видим таких, никто не вел дневники. Да, и это говорит о том, что происходили в диаспоре точно определенные мыслительные процессы, да, вот как у нас в египетской диаспоре появляется Филон Александрийский, который, с одной стороны, еврей-еврей, а с другой стороны, грек-грек, да, и рождается удивительное богословие Филона Александрийского, из которого потом вырастает христианство. Да, и вот, возможно, и здесь что-то такое происходит. Вот, может быть, Иосиф Асенеф, если мы принимаем это, да, что это из той среды выходит, и если мы, например, постараемся прочесть этот текст как метафору богословских идей каких-то, это мощнейшее богословие, да, и если мы воспринимаем это именно как еврейский текст, это мощнейшее еврейское богословие. Если мы смотрим с христианской стороны, да, например, на это, как потом, опять же, раннее христианство очень снобски смотрело на иудаизм того периода, они могли сказать, что дом, разделившийся внутри себя, не устоит, и вот посмотрите, они построили храм здесь, они построили храм здесь, и, может, и с ними в итоге случилось, если бы там они были едины и все остальное, да, то есть это нет, так не сказали, сказали иначе про храм в Иерусалиме христианства, ранее почти не рефлексируют храм Онии, чуть-чуть есть у Иеронима, есть еще у кого-то чуть-чуть про храм, в общем, Иероним цитирует, у меня открыто здесь даже, да, он цитирует Иосифа, да, то есть он просто говорит, что Ония утверждал, что он исполняет пророчество Исаии, писавшее будет жертвенник, да, ну и все, то есть вот они построили храм, как-то он не дает какое-то оценочное усуждение, вот, но... Да, конечно. Но в дальнейшем как раз Иосифа Сенет воспринималась как христианский текст и играла очень большую роль в церковном сознании. Этим стоит потом заняться, вообще говоря, так сказать. Тот же Буркард написал про Нахлебен большую работу, и ее стоит потом посмотреть. И, собственно говоря, достаточно упомянуть самое раннее, это VI век, псевдозахария, текст этот сирийский. Кажется, кто-то из сериологов из вышки к нашему семинару присоединился. Так вот, в сирийском переводе у псевдозахария «Историка церкви» приводится текст Иосифа Сену, он, видимо, и перевел. И там же сохранилось письмо с вопросом, что значит это сочинение, как бы включенное в историю церкви где-то перед крещением Константина, и после, сейчас не могу вспомнить, я посмотрю, может быть, вспомню, но спрашивает корреспондент, что я понимаю историю праведного Иосифа и его жены Асенет. Да, между библейскими генеалогиями в первой книге и историей обращения Константина. И вот он спрашивает, я понимаю историю, которая рассказана, и не понимаю теорию. Иными словами, что мне рассказать не понял, а зачем? Вот это не мог ли ты бы мне объяснить, что это такое? То есть он чувствует потенциал. Да, да, да. На Показовске огромный уровень. Миф там есть. Возможность, да. Возможность. История, как и час. Да, да. Вот. Это я хотела сказать по поводу христианского. Но у меня тоже еще есть вопросы. Действительно прошло больше 10 лет, но я помню такую ситуацию, что Леонтополь, большой город, находится далеко от Гелиополя. А Леонтополя в Гелиопольском номе как топонима нет. Единственное место, где упоминается Леонтополь, это в этих подложных письмах Птолемея. Я хочу вам показать. Смотрите. Я написала слитно и без ударений дальше. Гелиопробел полис. Вообще не писали без пробелов. Надо это учитывать. И рядом написала отдельно. Гелиополис. Вот я сделаю слитно. Сейчас уберу этот пробел. Посмотрите, как Н и Т легко превращаются в Пи. Так вот, Гелионтополис здесь легко превращается в Гелиополис и наоборот. Поэтому мне кажется, что Леонтополис, ну а с этим еще кое-что символическое, это результат ошибки в руку. Это единственное место. Там, где, вернее как, в письме там не стоит ни артикль, там вообще, ну как бы вот это не сливается. Но это же не единственная рукопись, не единственное место, где могла произойти такая замена. А вот если это место носило название Гелиополис, как пишет в Иудейской войне Итосев, он пишет, что это было в Гелиополе, не только в Гелиопольском номе, как в другом месте, а в Гелиополе. Ну, широко понятном Гелиополе. То это дает довольно много интересных последствий, о которых, может быть, я когда-нибудь попробую рассказать. Но мне даже кажется, что в последнее время этот Леонтополь как-то стал отступать, потому что у него единственное, на чем он висит, это на заведомо поддельном письме. Вот. Последствия того, что это Гелиополис, это другой вопрос. Вопрос о назывании тамошних топонимов и лёгкость, которой это стало землёй Онии, очень хорошо ложится на то, что город назывался по-египетски Он. Слово для солнца, кроме Ра, Бога ещё, Он – это солнце. Вот он назывался Он. Он туда пришёл, и это стала земля Онии. Не случайно же это совпадение, когда он так называется, и там устраивается это всё. Грекоязычных, конечно. Конечно, конечно. Но они стали грекоязычными очень скоро. И, по-видимому, в том месте, где говорится, что евреи строили город Он, там, где они какие-то города строили, когда они фараонами были, а только в Септуагинте добавлено, что они ещё строили город Он. То есть они как бы ещё до выхода из Египта уже строили город Он. И, значит, в этот Гессе, когда пришёл Иосиф, Иаков, то это вот всё было в одном месте. Типа того. Поэтому мне кажется, что это довольно… Я не видела, чтобы кто-нибудь сопоставлял вот просто написание с артиклем и без артикля. Мне кажется, это довольно интересное им соображение. Может быть, я потом немножко тогда попробую подготовить какое-то экспозе про название. Михаил Георгиевич Селезнёв, он высказал предположение, что город назывался Аседек. Ну, то есть Цадек. Да, потому что… В некоторых рукописях Септуагинте там начинается Ели, а потом зачёркнутый сверху Аседек. Это знаете почему? Да. Это из переводов Исаи. Я знаю, да, конечно. Да, там вот на тему, как он назывался и с этой переменной, поправкой с Хэта на Хэй и почему и как, и что сначала, что потом. Вот, может быть, об этом стоит поговорить, потому что это, кажется, имеет отношение к комментарию. Ещё из общих соображений, которые мне хотелось сказать. Во-первых, я прочитала об этом у этого Пьётр Ковского, как бы ни называли, заключение к его главе Иосифа СНФ. И поняла, что пока мы, так сказать, перестали заниматься этим текстом, мировая наука не стояла на месте и пришла к тем самым соображениям, которые мы выдвигали, ну, не без бога, конечно, конечно, выдвигали в конце нашего семинара. Причём не все участники нашего семинара соглашались, а были те, кто заявляли. Особое положение, поэтому, когда я написала там «Зитцин Лебен» для этого текста и связала это с Оней, то это нужно было сказать, что это, так сказать, отдельное частное мнение, определение, которое не все участники семинара разделяют. Но сейчас вот он пишет об этом как довольно, как бы сказать, ну, состоявшемся каком-то моменте истории, что, по всей видимости, это не труд об обращении и про зелитизм как таковом. Скорее, эта книга посвящена проблемам и вызовам еврейской жизни общины анеадов в египетской диаспоре, которые включают в себя проблему вне общинных, в частности, романтических отношений с иностранцами в целом и с египтянами, местными жителями, в частности, особенно с женщинами, потому что, разумеется, переселялись не семьями в это время, а именно, ну, так сказать, люди призывного возраста или что-то в этом роде. Вот, то есть, ну, и что, помимо того, что там много священствия, о священниках, там явно еще и предполагается среда солдат, которые служили лагидом, птолемеем, и такие понятия, как верность государю и подробное описание сражений, особенно во второй части. То есть, в первой ничего нет. Да, это... Да, это... Сражений. Да, это вторая часть. Склонность ученых идти сначала вправо до стенки, ткнувшись в нее лбом, мы немедленно бежим влево, и опять до стенки. Подождите, подождите. Это факт, что, слава Богу, признали, что гипотеза Бога Кабрагинской не имеет под собой основания, и что, скорее всего... Я без микрофона, поэтому говорю громко. Вот, значит, и что, скорее всего, храм Онии, это некоторая зашифрованная прагматика этой повести, как мне кажется, не должен приводить нас к мысли, что вот теперь мы все расковыряем и, наконец, поймем, у этой вещи есть свое собственное богословское содержание, настолько глубокое и большое, что где бы не размещалось это, и если даже храма Онии бы и вовсе не было, все равно этот текст имел бы смысл. Господи, ну кто же с этим спорит? Пьянтровский! Да не спорит он с этим нисколько, он просто не занимается... Он, мне кажется, охватан. Но он понял, это тоже, видите, охватан, но это до сих пор было совершенно не признано, а он спокойно об этом рассуждает. И вторая часть, которая написана немножко другой рукой, немножко по-другому, она действительно скорее всего относится к более позднему периоду. Написано как продолжение, первая часть абсолютно закончена, не нуждается ни в чем. Но как сложился весь этот комплект со средневным псалмом, об этом можно будет поговорить. Но что он... Интересно, что он считает, что другая египетского происхождения книжка третья Маковейская как-то может быть связана с этим же храмом Они и той особенной все-таки атмосферой, которая там складывается. Там есть то, что это было... Ну, в общем, та идеология, которая содержится... Я извиняюсь за такое нехорошее слово, как идеология. Та идеология, которая содержится в Иосифе СНФ с ее открытостью миру, она связана с тем, что это Египет. С тем, что это прозелитизм. С тем, что это прозелитизм, безусловно. А прозелитизм... Ну, хорошо, если был не Египет, а Россия, то это все равно. Важно, что ты живешь в другой... Это диаспора, скажем так. Да, это диаспора. Разумеется, нет надобности в духах из могилы, чтобы сказать, что это диаспоральные книги. Это книги диаспоральные. Да, это книги диаспоральные, но диаспоральные книги не обязательно бывают открыты всему миру. Это не обязательно. Мне кажется, что важно, что все-таки египетская диаспора, потому что в Вавилонской диаспоре этого нет. Да, есть диаспора, может... Язык негреческий. Да, и мышление другое. То есть это все-таки определенный... Замыкаемся мы в том, из чего мы вышли. Или мы открываемся и на язык другой переходим. Так что Египет здесь важная часть. Вавилон дает Талмуд, а египетская диаспора дает Иосифа Смит. Да, это разные. Разные диаспоры. Поэтому Египет тут не с краю. Поэтому, возможно, нам было бы интересно посмотреть третью, пятую Севильину книгу как уже такой не фактически прямой, но какой-то комментарий. Ну и третью Маковейскую, хотя я об этом не думала, хотя мы и занимались много и даже того сего перевели и прокомментировали. Но я не соотносила это с вот именно с Иосифа Смит. Там, мне кажется, несмотря на то, что это по-гречески, да, там, мне кажется, нету этого, этой открытости. Там преимущественное противостояние. Это есть лояльность к царю. Мы, так сказать, лояльны, мы власть признаем, вы только нас не трогайте. Вот, так что они могут быть разные. Третья Маковейская, конечно, это некоторый вариант из Шфири, а не Руфи, как Иосифа Смит. Конечно. Ну вот, это очень странная книга. Очень странная. Да, Лорье сказал, что он ее обожает. Другого такого человека я не знаю, на всей круглой плоскости. Ну, вы знаете, это может быть, как врач говорит, что он очень любит панкреатит, интересные заболевания. Да. Да.